Когда вы задали первый вопрос, я удивился, почему вы не спросили о своём любимом контенте, о народных предприятиях. Вы знаете, чтобы не утомлять всех наших коллег, вот сейчас завершена практически работа над редакцией закона о акционерах, собственниках, работниках предприятий. Это я так предлагаю назвать, то, что мы называем с вами народным предприятием. Там всё прописано. Речь идёт о том, что сегодня единственная форма возможного создания народного предприятия – это через акционирование, через фактически, когда идёт та или иная приватизация. Я считаю, что любое предприятие сегодня может стать народным предприятием или акционерным обществом работников. Для этого прописаны все механизмы, которые позволяют в том числе брать для такого выкупа предприятия, допустим, у собственника, в том числе льготные кредиты у государства, которое должно идти навстречу работникам. Потому что сегодня, вы знаете эту цифру, 25 миллионов членов народных предприятий в Соединенных Штатах Америки, несколько десятков миллионов в Европе. У нас несколько десятков тысяч всего лишь навсего. Это мизер, потому что закон от 1996 года, 1998, по-моему, он неэффективен. Именно поэтому я предлагаю программе специально на этом устанавливаться и считаю необходимым принимать новую редакцию законов.